продолжая тему надобности или ненадобности обновлений компьютера сегодня пару слов хотел сказать про новое поколение видеокарт которые у нас тут возникли но и в связи с этим соответственно просто запустил средний фпс естественно запись с камеры сажает в некотором смысле но не настолько чтобы сказать что тут все банально и печально с другой стороны именно в при паре почему взял его в эксплане 1015 сразу оговорюсь fps в при паре несколько меньше рост чтобы было понятно опции и графические настройки мне в данный момент времени стоят вот такие чуть-чуть удалось единственно по оси дистанцию все-таки отрисовки с такой картой в остальном все что есть то на экране вот поэтому вот средний фпс можно наблюдать если трафика немного то порядка 40 в общем никакого качественного скачка качественный скачок вернее порядка 10 fps в сравнению с 1070 так как я без маркетинга рекламы рассказываю что есть то есть то естественно при данных настройках никаких чудес не происходит опять таки если взять пониже некоторые графические настройки то можно отжать понятное 60 совершенно спокойно это понятно например уменьшить количество трафика или трафик взять нереально генерируем в данном случае кто знает понятно здесь на канале моей программой поэтому я уже показываю ролик с точки зрения того что по максимуму можно выжить опять таки вопрос явно в оптимизации потому что загрузка процессора слишком высокая загрузка графического процессора у нас 60 70 процентов при том что память по сути дела вообще практически не загружена и это еще монитор у меня 2к не 4к поэтому скидку надо делать еще на то что у тех у кого 4к дисплей фпс будет в общем то еще меньше то есть ну вот в районе 40 зависимости от загрузки видеокарты не видеокарта в зависимости от загрузки сценария сейчас я дверну еще раз на аэропорт чтобы было понятно поскольку понятно сценарий аэропорта сценарий города у меня установлен и поэтому можно будет оцениться что дает ли что не дает это новое поколение понятно что препар не умеет никоим образом генерить никакие лучи и тому подобные вещи то есть освещение картинка освещения строго дефолтная но с использованием шейдеров естественно измененных об этом отдельный ролик у меня присутствует сейчас кстати не даст не такое уж и большое количество трафика в порту чтобы сказать что он тут очень очень сильно грузит картинку и самолетик еще не забываем что это дефолт в общем то никаких революции новое поколение видеокарт не привносит 2080 в препаре работает примерно с производительностью с которой работал титаниум до этого момента времени который 1080 и в общем то обновление на него для тех кто не играет ни во что кроме леталок как я уже сказал даст вам с десяток fps дополнительных если вам это интересно за эти соответственно понятно каждый соотносит цену и качество картинки и каждый решает естественно для себя сейчас дальше чуть покажу картинки из x plane а как там выглядит все ну или здесь можно для разнообразия пролететь мимо центра города для того чтобы оцениться если тяжелых сцены нету в кадре ту 40 удерживается свободно даже в общем то с другой стороны крутить головой стал несколько попроще но ниже 30 падает запросто на сложный далеко от рисованной картинки при повороте головы график сбоку видно ее специально не убираю но плюс 5 fps 5 fps где-то съедает камера микролаги при перерисовках к сожалению понятно никуда не делись то есть 4 3 препар в этом смысле ничуть не лучше всех остальных предшественников его в общем все как всегда упирается исключительно вопрос оптимизации если они будут его в дальнейшем еще стараться оптимизировать то можно ожидать что его картинка будет интереснее качественнее и быстрее самое главное а здесь данном случае с графический процессор про сути дела не загружен ну или загружен так за редкими исключениями тут как раз связано с поворотом головы на процент который из так можно выразиться ни о чем а вот загрузка центрального процессора достаточно высоко с учетом 6 ядер задействованных все как он был при пару нас процессора зависимой программы так ничего особо сильного не изменилось естественно новое поколение видеокарты то этот вопрос никак не меняет ничего нового здесь возникать не будет ну и вот центр москвы дразден дизайновский сценарий в ps на экране ничего в общем то нового нет ладно переходим отсюда в explain для того чтобы можно было сравнить что там дает или не дает новая карта но с explain все гораздо более туманно с точки зрения того что здесь я хотел показать что с оптимизацией вызов обстоит дело еще более туго правда здесь сильно съедает fps камера 10 fps минимум то есть здесь у меня 40 а не 30 как сейчас показано на экране если я уберу запись то есть не стоит ориентироваться сейчас на графики но сейчас у меня есть один нюанс настройках 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 обычно никто даже с этими карточками не включает настройку количество объектов на максимум то есть сейчас выставлено количество объектов ровно столько сколько вообще в принципе может потянуть может здесь генерится почти 13 а на пике 15 с половиной гигабайт оперативки это все съедает то есть те кто хотят это выставить значение независимо от того какая видеокарта должна еще помнить о том что помимо карточки надо еще и определенное количество оперативки иметь ну а про оптимизацию тут вообще лучше не говорить потому что процессор загружен на 25 процентов графический процессор загружен на 50 процентов 60 процентов fps нету господа разработчики explain про оптимизацию у меня такое ощущение периодически что не думают от слова совсем потому что ресурсов компьютер полно но они никак программы не используются поэтому ждать каких-то прорывов или чего бы то ни было с этим связано абсолютно не приходится ну а так вот сейчас если через центр пройти то есть принципе в районе сейчас я просто изменяю время и поэтому фпс еще несколько просел на более поздний которые всегда в эксплей не является более выигрышным подниму чуть-чуть вверх камеру если пройти через центр города при этом понятно плюс 10 то есть 35 фпс на сверх загруженных сценариях много это или мало но наверное от нового поколения видеокарт хотелось бы чуть чуть побольше чем того что было естественно если включить оптимизацию разрядить картинку то здесь можно совершенно спокойный 45 получить сейчас я именно опять же повторюсь показываю максимум из того что можно здесь выкинуть и на что при этом похоже картинка ну вот как-то то поэтому соответственно на этом можно я думаю и закончить для сравнения просто что всем было понятно что не все так печально понятно у нас в эксплей не обстоит то же самое фпс уже за 50 все что я сделал для этого это я убрал таки отражение убрал количество объектов сглаживание на самом деле сильно ни на что не влияет уже можно наблюдать что фпс стал совсем другим вполне себе адекватно половным даже если использовать опцию в реальным временем управление временем тот же самый полуостров с тем же самым количеством зданий и сооружений несколько меньше что на внешний вид особо вообще трудно сказать на что влияет это мы имеем порядка 60 фпс но это я сделал собственно чтобы быть объективным это может сложиться впечатление что новые карты вообще хуже стали чем старые нет просто оптимизация эксплейна как я уже сказал к сожалению оставляет желать лучшего и на этом не сказывается сейчас нарежем небольшой кружочек сделаю чуть-чуть попоздней при этом понятно в момент пока я это буду делать вес несколько просядет и дальше вот опять выйдет на нормальный уровень уж все-таки ночные картинки понятно в эксплуине выглядит гораздо более выразительно самое главное наглядно демонстрируя его плюсы по сравнению например с тем же самым припаром ну и вот у нас то что можно лицезрить здесь вечером по мне плавная картинка графику видно да чуть чуть ниже 60 фпс если еще чуть поиграться с с настройками то можно достичь достичь более адекватного результата так вот так вот во многом Ну, на этом месте, пожалуй, я думаю, можно закончить ролик. В общем-то, всем тем, кто хотел, можно понять было надобность или ненадобность всего происходящего. И дальше решать, естественно, каждому по-своему, в зависимости от своих устремлений, убеждений и возможностей.